21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня, как всегда, по понедельникам у нас совместный эфир с журналом «Форбс». У нас сегодня пришла уже главный редактор журнала «Форбс» Лиза Осетинская. Добрый вечер. Добрый вечер, Лиза. Так что мы с ней будем соведущими сегодня, ну и в последующие дни. Вы знаете, прежде чем анонсировать тему нашей передачи и нашего гостя сегодняшнего, я хочу сказать, но уже, наверное, поздно напоминать, если кто-то собирался, что сегодня происходит, я считаю, очень важное в жизни нашего города и нашей страны мероприятие. На Лубянской площади, около Соловецкого камня, мемориал проводит ежегодно акцию, когда зачитываются списки расстрелянных в Москве в годы террора сталинского в 1937-1938 году. Это как минимум 30 тысяч человек. И там стоит большая очередь, и люди просто подходят, и каждый человек зачитывает 4 фамилии вот этого бесконечного списка расстрелянных. Вспоминаются эти имена. И должен покаяться. Я хотел в этом во всем принять участие. Я туда подъехал, и вы знаете, такая большая очередь, вот сейчас, особенно к вечеру, очередь часа на 2-3, наверное. И люди стоят на морозе, десятки, сотни людей, и отходят греться в ближайшие кафе. Что я вот не смог этого сделать, но я был глубоко впечатлен тем, как люди вот в этой молчаливой очереди, и затем стоят вот в этой вахте, и затем подходят к камню произнести эти несколько фамилий. Это совершенно мощнейшее по своему воздействию и по своей необходимости мероприятие. Я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до того момента, когда руководители государства будут в этой же вахте принимать участие. И вот что я хочу сказать. Значит, проехал я через Лубянскую площадь, и архитектура, ну там, конечно, не хватает доминанта. С тех пор, как снесли Железного Феликса, вот вертикали ей не хватает. Она, так сказать, он как бы к нему идеологически не относится. Вот эта вот вертикальная вот эта его структура, она как-то организовывала пространство с зданием КГБ, ФСБ, с Детским миром, политехническим музеем. Я подумал, что... Может, теперь нефтяную вышку там поставить? Лиза, ты читаешь мои мысли. Вот именно это я и хотел предложить. Как у Пелевина выйти на нефть. Да-да-да. По предложению. Мне кажется, уже... Вот, собственно, да, мы и перешли к той теме, которую мы сегодня хотели анонсировать. Ну а что, впервые в России с 90-х годов сложилась ситуация, когда вернулась, по сути, монополия государства на нефтедобычу. Ну, в прямом смысле, то есть по законодательству, больше 35% доминирования на рынке. Мы сейчас имеем около 40%. То есть, собственно, все возвращается на круги своя. Я, конечно, немного утрирую, но, наверное, нужно нашему сегодняшнему гостю адресовать этот вопрос. Ну да, это у нас сегодня Владимир Милов, председатель партии «Демократический выбор». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот у вас как раз колонка в Форбсе была под названием «Новый застой», посвященная вот этому вот мега-слиянию, мега-поглощению, то, что Роснефть купила ТНК-БП. И вот хотелось нам обсудить перспективы российского госкапитализма. Вступаем ли мы в некий новый завершающий этап вот этого российского госкапитализма, который, может быть, сложился в голове Путина еще в тот момент, когда писал свою кандидатскую диссертацию? — Ну, смотрите, конечно, мы сейчас на поворотной точке находимся, поскольку вот наступление большого государства, которое у нас в середине нулевых было довольно активным, оно на какое-то время приостановилось во многом в связи с кризисом. И вот эта вот сделка, анонсированная по поглощению ТНК-БП компанией «Роснефть», причем аж всех 100% акций, там гадали, кто быстрее успеет до «Роснефти» добежать. — Они оба успели. — Да, успели примерно вовремя, да. Вот, так что такая боевая ничья. Здесь важен даже не столько вопрос монополии и 40% на рынке, сколько тот факт, что впервые с середины 90-х годов теперь государственные компании будут контролировать больше половины российской нефтедобычи. Просто если к «Роснефти» теперь прибавят другие компании, которые находятся под контролем государства, «Газпромнефть», «Славнефть», «Татнефть» и сам «Газпром» добывает тоже там нефти немножечко, то вот это как раз получается примерно больше 250 миллионов тонн, а мы добываем там где-то 500, да. Это очень важный поворотный момент, потому что вся стратегия предыдущая строилась на том, что у нас доминировали частные компании в нефтедобывающем секторе, и надо сказать, что несмотря на все сложности, там, залоговые аукционы, монополизированный рынок нефтепродуктов и прочие вещи, частные капиталы, частные инициативы очень сильно двинули нашу нефтянку вперед. Вот. И именно вот этот частный сектор был основным локомотивом развития, а госкомпании, несмотря на то, что давно пытаются влезть и утвердиться, вот за последние 10 лет, надо сказать, что они ничего такого особенно хорошего не сделали. То есть нефтянка будет напоминать «Газпрома», как вот всегда говорили, там, нефтяные бароны, газовые генералы. То есть нефтянка превращается в такой же армии. Если смотреть на последнее десятилетие, то там была очень четко видна разница. То есть вот нефтяной сектор, где доминировали частные компании, он очень сильно шел вверх и по росту производительности, и просто по росту производства, добычи там и так далее. Ну, а газодобыча вроде как стагнировала. Газодобыча падала, стагнировала, чуть росла, но потом опять падала, и вот этот вот барьер стагнации так и не смогла преодолеть. Две совершенно разные, вот просто полярные картинки, идущие абсолютно разными векторами. Вот такой вопрос. Мы наблюдали определенный, скажем так, пакет политических законов, который появился случайно, не случайно, неважно. Вы как думаете, вот эта сделка, она в каком-то смысле такая, ну, тенденциозная? То есть это такой экономический пакет, или это оппортунистическая история? Или так само получилось? Ну, хотела BP продать, все знали, что BP хотела продать. Фридман тоже хотел, ну, то есть он не хотел, но захотел, когда BP, так сказать, тоже захотел. Не стал оставаться наедине. Ну, Лиз, вот она, конечно, оппортунистическая, да, потому что Игорь Сечин, глава Роснефти, который очень хотел продолжить экспансию, потому что это единственное, что он умеет делать, и это то, что ему надо, чтобы прикрыть вот провалы в своей собственной основной деятельности, но он, конечно, искал, что вот ближе всего лежит, там, плохо лежит на рынке, чтобы это поглотить. Поэтому, а тут еще сложилась ситуация, когда BP с российскими совладельцами, там, Альфа, Аксесс, Ренова, уже не могли просто дальше жить вместе, кто-то должен был выйти, да. Эта оппортунистическая история, она очень хорошо ложится на системный контекст, потому что уже давно стало понятно, что никаких новых частных игроков в сектор не придет, и если кто-то вот, и кому-то и достанется вот часть или полностью вот это хозяйство, это НКБП, то это, скорее всего, будет госкомпания, а значит, это следствие вот системного процесса и тех барьеров, которые настроили в последние годы. — Сечина, что касается, он становится вообще фактически теневым лидером России, экономическим лидером России? — Нет, не думаю. Я по-прежнему среди тех, скорее, меньшинства аналитиков, кто считает, что его влияние снижается. Я думаю, что эта сделка его влияние окончательно подорвет, потому что он, скорее всего, не сможет это переварить. Просто ни по каким своим управленческим, личным качествам, влиянию в системе власти он не в состоянии будет справиться с теми сложностями, которые несет создание такой суперкорпорации на базе ТНКБП. Я думаю, что он сам себе в этом смысле подписывает приговор. У него просто работает хватательный рефлекс. И другая история состоит в том, что, ну, конечно, он возглавил компанию, вот просто так он выторговал себе. Опять же, оппортунистическая вещь, что он выторговал себе роль гендиректора компании, которая была и есть основной претендент на этот ТНКБП. То есть практически все въехало к нему в руки во многом само. Поэтому я бы не преувеличивал его влияние, хотя мы видим, что, ну, конечно, он сохраняет какую-то силу. Скорее всего, на мой взгляд, он все-таки на излете. Там же гигантская задолженность образуется чуть не в половину всей чистой прибыли компании. Половину выручки, да, объединенной компании. И, ну, посмотрим, как они сейчас... Они объявили только пока основные вот параметры сделки. Не очень понятно, откуда они будут брать вот тот кэш, который нужен для физической оплаты акций. Там это больше 40 миллиардов долларов. В принципе, его взять особо больше негде, кроме как занять на рынке. Поэтому действительно вот на такую сумму должен увеличиться долг. Вот отсюда расчеты про больше половины... Это ненормальное, кстати, отношение долга к выручке для крупных международных нефтегазовых компаний. Там оно находится сегодня у разных компаний. Там 3, 5, там 10, может, процентов. Но не 50. Владимир, ну вот... Да, Лиза. Просто тут же мы упираемся в вопрос цены. Понимаете, это как бы мы делаем ставку. То есть те, кто принимает решения о таких сделках, они играют, так сказать, в покер или, так сказать, в какую-то другую игру. Они делают ставку на определенную цену. Если Путина будет ввести, как ему везло в предыдущие 12 лет, то почему бы нет? Если не повезет, то это на самом деле может закончиться просто... Это старая история, когда тебе долго везет, ты привыкаешь и думаешь, что так будет всегда. Помните, вот Гайдар всегда приводил в пример мексиканского лидера Портильо, который в 82-м году, когда был пик мировых цен на нефть, он говорил, что теперь у нас главная задача – это научиться управлять ростом благосостояния. Так как бы подразумевая, что теперь вот этот дождь нефтяной, денежный, он будет всегда. Но если посмотреть, например, на то, что с газом происходит, вот газ – это совсем другая история, чем нефть, но тем не менее. Мы видим, что там заработали совершенно другие рыночные конкурентные силы, которые очень сильно прижали цену, международная цена на газ, и не дадут им, я думаю, что отвяжут их от нефти, и, в общем, не дадут газовым ценам взлетать до тех горизонтов, которые еще несколько лет назад считались ориентиром. Я думаю, что в нефти, возможно, нечто похожее. Вот сейчас были данные по Америке, как там растет добыча, в том числе нетрадиционных источников добычи нефти. И мы видим, что вот эти 100-долларовые цены, они делают рентабельными проекты, которые раньше казались фантастикой. Поэтому пока рано это прогнозировать, но вот я бы не забегал вперед на тему того, что теперь вот дорогая нефть, это вот всегда так будет, конечно, надо быть осторожными, да. А почему такая разница между нефтью и газом? Что настолько последние десятилетия все-таки, скажем, ну, наши нефтяные настолько выросла добыча там с 360 до 500 миллионов тонн за вот это вот путинское 12-летие, и такая сильная стагнация по части «Газпрома». Это внешнее объективное обстоятельство или это качество менеджмента? Это следствие разных векторов политики, которые были использованы, потому что в 91-м, 92-м годах просто эти отрасли пошли по разному пути. И в нефти сразу же выделили трубу и приняли такие неформальные, и формальные в том числе правила, что она никому не достается, что труба отделена полностью и к ней обеспечивается доступ там всем игрокам. Транснефть пыталась в начале нулевых там, Лизя, ну ты помнишь, когда Ваньшток хотел месторождение купить, ему очень сильно обрубили крылья, хотя даже тогда он был очень влиятельный, он имел там влияние на Путина и все, но ему не дали этого сделать, и очень правильно. И нефтянку разделили на целый ряд конкурирующих добывающих компаний, их в основном приватизировали, в какой-то момент доля частного сектора в нефтедобыче превышала 90%. Я даже помню, как вот мы 10 лет назад в правительстве открыто говорили, вот Роснефть тогда оставалась, маленькая Роснефть, да. Это была другая Роснефть. Да, маленькая Роснефть, которая еще не купила ЮКОС, да, не стала ЮКОСом. Вот всерьез там, я помню на совещаниях у Грефа и так далее, говорили о том, когда ее в план приватизации включать там на 2003 год, 2004 или попозже. То есть вот это обсуждалось чисто в техническом таком формате. И вот эта вот реструктуризация, разделение, конкуренция, приватизация, это все очень оздоровило. Сектор, он пошел в гору. А в Газпроме, я считаю, крупнейшей ошибкой властей 90-х годов, указом Ельцина от 1 июня 92-го года, сохранили, вот надолго законсервировали вот эту централизацию советскую, оставили в госсобственности. Ну вот результат мы видим. С другой стороны, если посмотреть правде в глаза, то рост нефтедобычи последний пришелся как раз на то время, когда доля государства в секторе увеличивалась. Нет. Если вы посмотрите на цифры, это, кстати, вот в моей колонке в Форбсе очень сильно видно, да, что с 2000 по 2004 годы средние темпы роста больше 8% в год составляли. И как раз это был пик частной собственности. Выводили на максимальные показатели. Потом они резко упали, да, при том, что это сделалось не только за счет, вот там есть всякие разные рассказки, что якобы фонд простающих скважин был большой, какой был, такой и остался, там где-то около 20%. Там резко повысился средний дебет скважины, резко повысилась производительность, запустили новые месторождения силами частного сектора. Вот тот же ЮКОС запустил Приобское, которое потом Роснефти досталось уже на полной мощности, больше 20 миллионов тонн в год. Это все ЮКОС сделал за счет своих денег, хотя раньше там в 90-е обсуждал, что надо обязательно СРП, там чтобы АМОКа участвовал, какой-то западный инвестор. Они все это сами сделали, с нуля там в 97-м году вывели на 20 миллионов, ну вот у них все забрали, да. Вот вам и рост добычи, вот вам и частный сектор. Вот возвращаясь к теме ЮКОСа, символически, это что, завершение вот этого 9-летнего, потому что сейчас тоже, смотрите, отмечали недавно 9 лет, вспоминали 9 лет ареста Ходорковского, вот, и возвращаясь в 2003 год, и затем уже дальше покупка ЮКОСа Роснефтью, это завершение вот этого цикла? Я думаю, не совсем так, я думаю, что была просто приостановка. Понятное дело, что когда государство стало вот доминировать с точки зрения влияния в секторе, что оно пойдет дальше и захватит там как можно больше доступных активов. Но этот процесс приостановился после, так скажем, раздела имущества ЮКОСа, потому что им надо было переварить это все, они набрали слишком много долгов, там кризис еще грянул, были вот эти все трудности, то есть экспансия притормозилась, сейчас она просто возобновилась. Я думаю, что это не окончание, это просто продолжение некоторой замороженной истории, просто вот был ЮКОС, сейчас НКБП следующее. К сожалению, думаю, что, ну вот если все это сохранится в таком формате, то будет еще кто-то. Но за этим стоит ведь, наверное, не Сечин, а Путин, он фактически попадает в высшую лигу с таким большим активом. Разумеется, это вектор, это вектор движения, которое задал Путин, потому что Путин это человек, который фундаментально не верит в рыночные силы, он наоборот, его философия это централизованный контроль, это обязательно присутствие государства везде. Это именно он задал, вот, кстати, когда еще ТНКБП только образовалась тогда, в 2002-2003 годах, и когда ЮКОС обсуждал продажу своего крупного пакета акций западной компании, это, в общем, от Путина пошел импульс, что, ну, мы же вот власть, значит, мы должны там выдавать разрешение. Если они хотят продать иностранцам, они должны сначала нас просить. И я был, кстати, одним из тех людей в правительстве, который говорил, слушайте, ну, а право собственности, это как, это что, просто Филькина грамота? Они говорят, право собственности, это хорошо, но мы правительство, поэтому должны спросить разрешение у нас. Вот эта философия шла именно от Путина. Классическая российская власть-собственность, да, вот это вот условное право собственности ограниченное. С другой стороны, теперь Путин может играть действительно в высшей лиге с Эксоном, с там, компаниями Саудовской Аравии. Может быть, это такая попытка создать мирового игрока? Ну, обратите внимание, что вот эти вот национальные так называемые чемпионы, крупные компании в странах третьего мира государственные, которые номинально с Эксоном в одной лиге по добыче, но они, в общем, редко выходят серьезно на глобальный рынок, да, они в основном живут за счет того, что пользуются преференциями у себя дома, являются там любимчиком, но это та же Сауди Арамка, да, но ее нельзя назвать глобальной компанией в полном смысле слова. Понятно. Напомню нашим слушателям, что у нас в глазах в гостях и в глазах председателя партии «Демократический выбор». Владимир Милов, мы уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер, это программа «Археология». Сегодня с Лизой Осетинской, главным редактором журнала «Форбс», вас приветствуем. В гостях у нас Владимир Милов, председатель партии «Демократический выбор». И мы обсуждаем, что означает крупнейшая сделка, которая только что была завершена, сделка по покупке ЮКОСа, по покупке ТНК-БП, оговорка по Фрейду, покупка ТНК-БП Роснефтью. И вот как раз только что у нас реклама прошла, там такой вопрос, да, чем грозит БП союз с Роснефтью? Ведь у БП 20% осталось, но насколько это серьезные рычаги влияния дает? Сейчас будет много шума вокруг того, что вот, БП стала крупнейшим инвестором, там наш большой глобальный партнер, там 20% Роснефти. Ничем это не кончится. У нас были уже два похожих примера. Это Ион Рургаз немецкий в Газпроме, с крупным достаточно, почти 7% акций там у них было на пике. И Конок и в Лукоиле там тоже типа 20, да. В общем, это ничем не кончилось, потому что российская система корпоративного управления, она так выстроена, что вот у кого больше 50%, тут и хозяин, а все остальные вот должны сидеть в очереди. Ждите, когда вам ответит оператор, да. Вот. И Ион в Газпроме и Конок и в Лукоиле в итоге свои пакеты акций продали, потому что для них это ограничилось просто сидением на приставном стульчике в Совете директоров без всякой возможности реально влиять на какое-то стратегическое принятие решений. Я уверен, что, ну, просто система так работает. То же самое будет из БП. Для них это просто красивый выход из ситуации. И Дадли сейчас сможет своим акционерам объяснить, что вот мы получаем 20% в суперкрупнейшей суперкомпании, там кто-то у кого-то от этого там в забу сопрет дыхание, да, там будет много там аналитиков, в том числе небескорыстно на Западе писать, что это очень-очень выгодная сделка. Но я думаю, результат вот, как прогнозировали мы и по Конок, и по Ругазу, да, ну, он будет примерно одинаковый, потому что, ну, невозможно переломить вот 20% вот эту систему. Ну, да. Вы знаете, я хочу здесь сейчас более широко сформулировать проблему, которую мы сегодня обсуждаем, а именно строительство или уже завершение создания в России госкапитализма, государственного капитализма. И в том числе вас подключить к разговору, наши уважаемые слушатели, 65, 10, 99, 6, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, нужны ли России крупные госкомпании? Являются ли они, может быть, некой гарантией России в мире 21 века, когда многие страны ведут процессы национализации в мире потери суверенитета? Звоните и скажите, нужны ли России большие госкомпании? 65, 10, 99, 6. Вот гарантии чего, интересно, они могут быть? Ну, гарантии, да. Например, ВТБ может быть гарантией чего? Суверенитета. Суверенитета. И Газпром может быть гарантией тоже чего? Ну, а вообще, Владимир, как вы считаете, в России сейчас возник уже госкапитализм? Вот посмотрите, тоже посмотрите, ну, энергетику мы обсудили по финансам. Вот ВТБ, Сбербанк, Агропромбанк, Газпромбанк, фактически финансовый рынок очень сильно зажат. Транспорт, да, российские железные дороги, транснефть, оборонка вся. Ну, госкапитализм у нас очень активно строится все последние 10 с лишним лет, но он до конца, конечно, не захватил страну, хотя тенденция негативная. Мы, если посмотреть на вот этот так называемый транзишн репорт Европейского банка реконструкции и развития, они анализируют динамику всех вот этих переходных экономик там от Черногории до Монголии, да, все бывшее посткоммунистическое пространство. Мы единственная страна, у которой совершился вот этот большой разворот. Сначала у нас росла-росла доля частного сектора ВВП, да, достигнув примерно 70%, а потом она начала сокращаться в пользу госсектора. Этого не было даже в Белоруссии и Туркмении, потому что там медленно, доля частного сектора очень маленькая, она медленно, но растет все время. А вот этот перелом, когда она начала опять снижаться, он случился только у нас, и действительно мы видим и в банковском секторе, больше половины активов владеют госбанкой, вот теперь в нефтянке, да, то есть наступление идет. Но частный сектор еще не умер, он как бы борется, поэтому полностью то, что у нас происходит, назвать госкапитализмом нельзя, хотя по отдельным секторам уже можно делать выводы, эффективно это или нет. А вы думаете, это какой-то вообще осознанный план власти, и если он существует, то как все это будет выглядеть лет через пять, например? Ну, его трудно назвать осознанным, потому что в таком виде это никогда не было сформулировано, что вот нам нужно построить именно там систему с доминированием государственного сектора. Обратите внимание, вот Путин, он в принципе, и в стратегиях правительства, в указах президента, да, в риторике, даже вот Путин выступал там на этом форуме в Санкт-Петербурге экономическом, он что говорил там, типа, много государства это плохо, ну я не помню там дословно. Он и навал, да, и, по-моему, он снова это подтвердил. И он все 13 лет, вот он власти, он все это говорит. А вы знаете, я уже давно это читаю наоборот, если он выходит и говорит, что это плохо, значит, будет прям противоположен. Если мы за свободу личности, значит, будут грабить, да, как в советском фильме, да. Вот, поэтому действительно это никогда не было заявлено, и отсюда просто простой ответ на вопрос ваш, что это не является официальной стратегией, потому что официальная стратегия, она официально формулируется, где-то вот ее можно почитать, посмотреть, к чему хотят ее привести. И, конечно, это скорее инстинктивное действие, оно просто отвечает инстинктам тех, кто сегодня находится у власти, людей из советского прошлого, еще с таким криминально-бандитским питерским замесом 90-х годов, если хотите, да, которые привыкли все контролировать, всем рулить сами, никого никуда не пускать там и так далее. Хочу еще раз задать наш вопрос, нужны ли России крупные госкомпании? Ну, грубо говоря, уютно ли вы себя чувствуете в возникающем российском госкапитализме? 65, 10, 99,6. А вот все-таки, если спрогнозировать, вот при нынешних трендах, вот как вы себе представляете, Россия, экономика России через пять лет, это экономика крупных таких чоболей, или это все-таки это произошедшая приватизация? Ну, так сказать, вот какие-то... Я думаю, что власти будут продолжать курс на то, чтобы установить контроль над чем еще возможно, скорее всего, вот не тотально, а так вот по кускам, да, где будет оппортунистические возможности для этого. А над чем еще возможно? Ну, посмотрим, да. Вот что я не хотел бы делать, это каркать здесь, да, и там наводить там порчу на какие-то еще сохраняющиеся частные активы, но возможностей у них много. Тем более, что, ну, в той же нефтянке, например, для оставшихся частных компаний, они практически полностью заперли выход на новые рынки. И еще раз, не хочу мрачных прогнозов делать и что-то плохое говорить, но вот если вы посмотрите на Лукойл, да, то, скажем, на Шельф и в Восточную Сибирь его не пускают. Который очень просил передать ему статус национальной компании, чтобы получить таким образом доступ к Шельфу. Ну, между прочим, я считаю, что Лукойл вообще это единственная из российских компаний, которая может похвастаться какими-то успехами в освоении, например, Северокаспийского Шельфа, потому что другие компании на Шельфе большими успехами похвастаться не могут, именно наши собственные, домашние. Но вот то, что Лукойл не допускают к Шельфу, я думаю, это огромная проблема для России, прежде всего, не столько для Лукойла даже. Вот, так что, ну, будет идти какая-то вот вязкая борьба, но я думаю, они надломятся в какой-то момент, потому что они платят за это слишком большую цену. Они создают себе огромные долги, вот как сейчас на этой сделке, это препятствует развитию, освоению, там, каких-то новых серьезных проектов, на которые нужны огромные деньги. Они создают модель управления абсолютно неэффективную, которая не в состоянии куда-то их двинуть. Ну, вот, они 10 лет колупаются уже с Сахалином, после того, как заблокировали, там, доступ иностранным инвесторам. Ну, хорошо, отдали, вот, 10 лет назад почти это отдали Газпрому Роснефть. И что, ничего, приразломное, опять отложили на следующий год. Сколько уже, Лиз, ты же помнишь, с 94-го года наши, чей более замечательной эти госкомпании осваивают приразломное месторождение. Куча железа построена, там, в Северодвинске, его же даже туда доставили, и все никак не могут начать добычу. Я считаю, что история приразломная, это просто вот позор для вот этой самой модели госкапитализма, о которой мы говорим. То есть, это уже доказанный факт, меньше эффективность государственных компаний, крупных государственных компаний по энергетике. Смотрите, есть огромная база доказанных фактов. Практически в подавляющем большинстве стран, где прошли национализации нефтяной промышленности, они были страшно неуспешными. Резко упала добыча, и так не восстановилась до уровня донационализационного. В России есть масса примеров, но это прежде всего провалы в освоении новых регионов и прежде всего шельфа. Ведь с шельфом началось раньше, даже чем с ЮКОСом. Стали передавать эксклюзивные права госкомпаниям. Десять лет прошло, они ничего не сделали, просто ничего, результатов ноль. Хотя время было суперблагоприятное, сверхприбыли от высоких мировых цен, там можно было все это, там, не потоки строить и футбольные клубы покупать, а можно было шельф освоить, ничего не сделано. Ну вот откуда взять там предположение, что они вдруг исправятся и сделают лучше? Знаете, вот я хочу здесь такой вопрос шире задать. Может быть, попытаться понять логику того, что происходит в головах людей, которые все это задумывают. Может быть, она внеэкономическая логика. Они не ищут максимальной эффективности, они не ищут максимальной рыночной отдачи. Они мыслят, мыслят, как они думают, вот я пытаюсь сейчас влезть в их голову, мыслят стратегически, да, с точки зрения долгосрочных интересов страны, поддержания социальной и политической стабильности. А может быть, даже и говоря, расширение собственной кормовой базы. Потому что, собственно, имея Газпрома, ты имеешь некую такую большую поляну. Это, кстати, не внеэкономический аргумент. Это более чем экономический аргумент. Ну да, нет, первое внеэкономическое. Это смесь одно с другим, трудно отделить, что для них более важно. Да, конечно, там есть эффект кормовой базы и желание прокормить себя и за счет контроля над этими активами обогатиться. Но, конечно, есть и внеэкономическая логика, вот эта ментальность, да, такая, когда у вас... Вот вы сидите на троне, у вас там в одной руке скипетр, в другой держава, там над головой висит эта золоченая птица двуголовая. Впечатляет. И вы думаете, значит, вот о России с утра до вечера, как ее великой сделать, да. И горит зеленая лампа на столе, да. Если еще вы не очень грамотные в этом смысле, не знаете, как экономика работает, не изучали историю нефтяной промышленности, там, мировой, российской, то, конечно, вы думаете, что надо создать большой супергазпром, и вот оно все заколосится, и золоченая птица еще будет ярче сиять там. Но, с другой стороны... Но эта жизнь так не работает, вот мы видим это уже. Нужны ли России крупные госкомпании? 65, 10, 99, 6. Юрий на линии. А, здравствуйте. Добрый вечер. Да, да. Меня Юрий зовут. Вот у нас почему-то мало... Вот я благодарен гостя, он так очень, ну, я бы сказал так, с иронией, мягко скажем, постегал, если все это говорит. Вот, почему у нас никто вообще не занимается тем, что, допустим, не скрывает следующий факт. То есть, мы сейчас только что с вами говорили про нефтянку, а между тем, до недавних пор у нас вице-премьером по нефтянке был филолог Романнин. Человек, который ни дня там до, как стал вице-премьером, не был, наверное, ни на одном месторождении. Это я просеченно говорю. Ну, и можно пальцы загибать по бесконечности, например, можно с Шувалова начать. Человек вице-премьера отвечает за экономику, ни дня не работал, кроме как чиновник, даже в госкомпании. То есть, вопрос у вас о профессионализме, собственно, людей. Ну, да, а вот по поводу того, ведущий, не знаю, забыл, как вас зовут, спросили, что еще можно зачистить под крупняк, да? Я вот работаю 20 лет в области производства, продажи продуктов питания. Я вижу сейчас, как под благовидным предлогом, отвлекающий маневр сейчас такой идет. Типа забота о населении. Пиво запретили продавать в нехитивых магазинах. Сигареты запретили. Только им разрешено списывать на убытки воровство. Сейчас еще им дадут лекарства. То есть, идет активная зачистка от ненавистного малого бизнеса. Все в сторону... Ну, понятно. Зачистка-зачистка отдельных рынков. А все это, на самом деле, вот если позволите, буквально. Два или три года назад Женя Чичваркин сказал фразу глубины, которую я тогда не осознал. Все он это назвал тремя словами. Параноидальное мышление Путина. Понятно. Спасибо, Юрий. Да, есть много правды в словах уважаемого слушателя. Я, кстати, буквально в ведомостях писал 10 дней назад текст про вот эту зачистку розничной торговли от мелких операторов, от малого бизнеса. И меры, которые вроде как под благовидными предлогами, но тем не менее увеличивают долю сетей крупных на рынке и просто в их пользу играют. Вот эта ползучая монополизация, она идет абсолютно везде, во всех секторах. Вот это я и называю борьбой частного рынка. Независимых конкурентных производителей с наступлением вот этих крупных монополий. Она идет, она далеко не закончена, но пока успехи, к сожалению, тактические на стороне государства в захвате рынка. Ну вот что касается там профессионализма вице-премьера, знаете, я такую, может быть, революционную для некоторых мысль скажу. Я даже когда в Минэнерго работал, я очень активно говорил, что это министерство надо ликвидировать. Я считаю, что нам не нужны отраслевые вице-премьеры по ТЭКу. Вопрос не в том, что они заканчивали, да, и имеют ли они там опыт, и знают ли они, как там вышка буровая выглядит, да. Дело не в этом. Это просто не нужно. Вот мы двигались по правильному направлению, мы собирались передать все это хозяйство в частные руки. То, что передали в частные руки, оно уже хорошо работало. И явно было, что работает лучше, чем государственный. Надо было не останавливаться, а двигаться дальше и отдать оставшиеся. И не нужны были никакие вице-премьеры по ТЭКу, частные собственники реально наладили бы вот все это так, как нужно было. Это российский, Владимир, это именно российский феномен, что частник, вот скажем, в частности в области нефтянки более эффективен. Потому что часто ссылаются сторонники национализации, например, Норвегии, Китая и так далее. Так смотрите, Норвегия это единственное исключение, да, одно из немногих. И, в общем, там надо сказать, что там не было такой вот национализации, которая у нас сейчас происходит. Там во многом, во-первых, создавался, собственно, нефтегазодобывающий сектор руками государства. Просто это было изначально государственно и не приватизировалось. А с другой стороны, ну, если вы, например, последите за норвежским опытом и увидите, сколько там страшных парламентских расследований и разборок по поводу неэффективности статуила, коррупции и неправильного расходования денег, то я бы не считал норвежский опыт таким уж суперэффективным. А Россия это типичный случай стран третьего мира, где вот такие вот авторитарные лидеры просто прибирают все к себе под лозунгом, типа того, что вернем нефть народу, да. Все это хуже работает, все это дает меньше эффективности, дает убытки, дает падение добычи. И, в общем, это то, что мы имеем сегодня у нас. Еще раз напомню наш телефон прямого эфира 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, нужны ли России большие госкомпании? Или, может быть, чтобы даже привязаться ближе к отправной точке нашей передачи, нужно ли нам национализировать нефтяной отрасль? 65 10 99 6. Вообще есть такая проблема у многих, у большинства, я бы сказала, государств, связанных с нефтью. Во-первых, многие из них действительно государства третьего мира, и с этим уж ничего не сделаешь. Нефть все время добывают где-то неудобных местах, где все не отрегулировано, экономика плохая, режимы неправильные. Но феномен состоит в том, что, как правило, эти государства, ну, так сказать, их жизнь концентрируется вокруг нефти. Вот известны ли вам какие-то примеры государств, которые смогли, ну, не будем только Норвегию брать, да, позитивные повестки, да, как государство смогло оторваться от нефти, перестать думать о нефти и концентрироваться на нефти? Ну, в принципе, знаете, я думаю, что не в нефти дело, потому что есть примеры сырьевых экономик. Норвегия, скорее, где-то пороговую такую роль играет. Есть там примеры сырьевых экономик, это, скажем, Канада или Австралия, да, которая по-прежнему, там сырьевой сектор играет огромную роль, очень серьезную, но он не способствует вот тем дисбалансам и перекосам, которые есть вот в этих пресловутых странах третьего мира, куда, скорее, Россия там все быстрее движется, да, где там жуткое социальное неравенство, да, там и огромная коррупция, масса неэффективности всяких. То есть это во многом, скорее, все-таки вопрос ментальности, вопрос политической воли лидеров, вопрос желания общества куда-то себя развивать, да. То есть это, я не считаю, что это вопрос сырьевой зависимости в чистом виде. Примеры государств, которым удалось диверсифицироваться, ну, они есть, они не настолько показательные, там, и, скорее, маленькие такие, не очень релевантные, типа вот Бахрейна, там сейчас, там, по-моему, 65% ВВП финансовый сектор составляет, да, вот стал таким из мини-нефти, там, добывающего Эмирата, стал микрофинансовым центром вот в этом Персидском заливе. Но, кстати говоря, нельзя сказать, что это привело к какому-то решению, там, каких-то серьезных проблем, которые там были. Вот сама по себе диверсификация, это вот как раз один из примеров, который показывает, что это не фетиш, и если там не все в порядке в датском королевстве, то одной диверсификации структуры экономики и избавлением от сырьевой зависимости вы проблем не решите. Владимир, но вот вы же политик, вот представьте себе, чтобы вы сейчас, прямо сейчас оказались на месте Путина, вот вы бы что делали? Вот у вас был бы Сечин на месте Роснефти, Виктор Иванов в другом месте, Сергей Борисович Иванович. Ну, я бы поменял их, я бы поменял их, там, в течение 24 часов всех, и вот как раз, что касается нефти и газа, здесь просто нет никаких вопросов, что бы я делал. Этот план уже давно готов. Я, например, когда в правительстве работал, я был автором концепции реформы Газпрома, которую как раз Путин запретил реализовывать и положил под сукно. Мы просто бы ее достали, и очень много из того, что там есть, сделали бы сегодня. То же самое, что в нефтянке в 91-м году. Отделили бы трубу, сделали бы ее полностью независимой от участников рынка, создали бы конкурирующие газодобывающие компании, и у нас не было бы такой ситуации сегодня, когда у нас цены на газ для внутренних потребителей выше, чем в США. При том, что мы крупнейшая газодобывающая страна в мире, это просто невозможная история. А вы не думаете, что друзья, например, того же Путина, сами этого добьются? Вот Тимченко построит свою компанию «Новатэк» и станет независимым? Я пока, честно говоря, не вижу, потому что я вижу, что вся эта компания друзей, она очень хорошо зарабатывает, например, с роста цен на внутреннем рынке, и действует в режиме картельных договоренностей, точно так же, как, кстати говоря, и в других секторах мы это видим. И никакого серьезного движения в сторону реальной конкуренции нет. Там есть сговор, сговор людей, которые, в общем, находятся в одной группе лиц, если антимонопольными терминами оперировать. Мы создадим совершенно другую историю, мы сделаем действительно конкурентную среду, и потребители наши российские это немедленно почувствуют, если мы, как говорите, придем к власти. Владимир, да, вы здесь, собственно, отвечаете на вопрос немножко с другой стороны. Проблема не в том, что нефть у нас, а проблема в том, что у нас ресурсное государство, и, собственно, власть не отделена от собственности. И какой бы ни был ресурс, при нынешней политической структуре, всегда будет элита, которая будет, собственно, кормиться, будь то с трубой, будь то с чего-то еще. Смотрите, это вопрос всегда-не всегда. Бывает в истории стран, есть много примеров таких переломов, там та же Австралия, сырьевая, кстати говоря, экономика, в какое-то время была страной каторжников, и там был ужас и мрак, это была такая одна большая зона, да. Но вот ей удалось, благодаря появлению там ответственных лидеров и политического самосознания в обществе, ей удалось преобразиться за 200 лет, стать совсем другой. Вопрос демократической структуры управления. В общем, да. 65, 10, 99 и 6. Вопрос у Вячеслава. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня гостью такое замечание, вот по поводу Статойла, значит, он пример привел, что эта компания развивалась, ну, как государственное унитарное предприятие. Так вот, Газпром, я, кстати, всю жизнь, с 75-го года там работаю, значит, проектировался, значит, осваивался, именно как государственное предприятие, так. Министерство энергетики и электрификации СССР, значит, всеми уже сегодняшним специалистами, так сказать, во всем мире признан, что это уникальное, так скажем, комплекс, энергетический комплекс уникальный. Проектировался, строился и эксплуатировался как единственный, так сказать, как... Понятно, как единый организм. Вячеслав, в чем вопрос ваш? Вопрос-то в том, что вот проблема все-таки не для Норвегии, проблема все-таки для нас, да, вот как... Да, теоретически, казалось бы, да, вот Газпромом, как бы, там можно по переделам, допустим, это очень, может быть, и правильно было. Ну, то есть, возможно ли, возможно ли разбить, да? По переделам. Вот, но практически, вы же поймите, что кадры, допустим, да, мигментальность наша, наша, так сказать, это все не... Все завязано, как бы, да? В горлок, что завязано, людей, специалистов. Понятно. И так просто через переделки подойти. Ясно ваше мнение, спасибо. Ну, знаете, вот я в чем хочу не согласиться, я очень много наслушался этих разговоров, что у нас было все такое централизованное, замечательное и так далее. Знаете, я видел эту изнанку изнутри, вот этого централизованного управления, все это неэффективность, воровство, там, директоров убыточных АО «Энерго» с золотыми зубами, там, всеми, 32-мя, или сколько их там у них, да? Это я все видел, и, в общем, честно говоря, мне к этой централизованной структуре возвращаться совсем не хочется, потому что это способствует только одному. Неэффективности, разгильдяйству, коррупции, больше ничему. Владимир Милов у нас сегодня в студии «Финам.ФМ». Мы уйдем на перерыв. Добрый вечер. Сегодня у нас археология совместно с журналом «Форбс». «Форбс», соведущая моя Елизавета Осетинская, главный редактор журнала «Форбс». Я Сергей Медведев. Сегодня у нас в гостях председатель партии «Демократический выбор» Владимир Милов. Говорим мы о российском госкапитализме, и сейчас давайте поговорим о том, какие, собственно, политические последствия имеет вот это вот решение о покупке ТНК «БП Роснефтью» и вообще завершение формирования российского госкапитализма. Вот есть ли какая-то корреляция между вот этим усилением присутствия государства в нашей экономике с политическим ужесточением последних месяцев? Ну, собственно, последнего года уже, 24 сентября 2011 года, когда было объявлено о продолжении. Ну, какая-то связь, наверное, есть, потому что все-таки в предыдущие годы вот это большое наступление государства, оно немножко успокоилось, а сейчас мы видим, что Путин так или иначе получил новый политический мандат, среднесрочный, да, там вот он получил шестилетний срок, и, конечно, мы видим, что, скажем так, он стал более решительно себя вести в разных сферах жизни, в том числе вот эта сделка по Роснефти и БП, она это демонстрирует. Но все-таки там природа, конечно, разная, потому что вот эти политические репрессии, которые мы видим, это скорее ответ на их испуг зимний, да, и на то, что они очень раздражены вот собственной слабостью того момента, и что появилась какая-то альтернатива, они вот пытаются всячески ее там загнобить, преследовать и так далее. Здесь это скорее просто продолжение естественного процесса. Госкомпаниям им нужна постоянная экспансия, потому что они не могут добиться каких-то серьезных прорывов с точки зрения развития, повышения собственной эффективности. Вместо этого, ну вот о чем им еще заняться? Они должны поглощать всех, кто остался вокруг. Это вот абсолютно логика сделки по поглощению ТНК БПРО с нефтью, да. Это все-таки немножко разные процессы. Вот эта вот национализация ползучая, она шла до этого, продолжается, как мы видим сейчас. Кстати, политический, это очень серьезный тест для кабинета Медведева и для вице-премьера Дворковича лично, потому что они заявляли, в общем, другой вектор политики, а сейчас им просто показывают, кто в доме здесь хозяин, да. Думаю, что вот, в принципе, им стоит высказаться на эту тему, если они серьезно, да, говорили про... А вы думаете, вот вы как думаете, есть противовес? Или де-факто его не существует? Какой-то есть. Мы видели, например, недавно, что правительство в лице Дворковича лично смогло заблокировать сеченскую идею там по объединению федеральной сетевой компании электроэнергетической с холдингом межрегиональных распределительных компаний МРСК, да. Это была сеченская суперидея, вот она заблокирована, по сути, сейчас. И это показывает, что вот те, кто дисконтировал там Дворковича и правительство Медведева совсем, они были неправы. У них есть, скажем так, мускулы, на самом деле, это так, да, для того, чтобы противостоять вот этим всем идеям. Но тут им нанесен с другого боку намного более сильный удар. Трудно сказать, как они будут себя вести. Конечно, политически очень трудно правительству сейчас выступить против. Ну, посмотрим. Я думаю, что если бы покупали 50% ТНК-БП у одной из сторон, было бы проще заблокировать эту сделку там под теми же антимонопольными предлогами. Сейчас, поскольку они покупают 100, и, в общем, нет других покупателей, да, и, скорее всего, Путин это все вот так вот прям сильно одобрил, да, так, недвусмысленно. Ну, думаю, что им будет трудно сопротивляться, конечно. Хотя это полностью противоречит всему вектору их политики, которую они заявляли в последние месяцы. Ну, а как вы себе представляете антимонопольного министра, который регулирует эту кампанию в России? Или это теперь штука вне всего? Это ставит всю нашу антимонопольную структуру, антимонопольное ведомство и правительство, конечно, в тяжелейшее положение, потому что идет очевидная монополизация, санкционированная высшим руководством страны, а при этом ты должен изображать из себя поборника конкуренции в ситуации, ну, когда вот, ну что, здесь просто пришел человек с кувалдой и у всех все отбирает, да. Вот. Я не завидую Артемьеву, ему придется опять делать хорошую мину при абсолютно плохой игре, как они... Вот помните, смешная была история, когда Газпром пришел и сказал, я хочу купить Мосэнерго. И ФАС давала разрешение на сделку, я считаю, что оно должно было просто заблокировать это любыми способами. А ФАС тогда сказал, ну ладно, мы дадим, потому что Газпром привнесет в Мосэнерго деньги. Первое, что сделал Газпром, когда купил Мосэнерго, он засунул ему вот в эту инвестпрограмму финансирования за счет тарифов на электроэнергию строительство какого-то газопровода своего. Он не деньги свои принес, а начал у них еще и отбирать, да. И плюс еще Газпром столкнулся с антимонопольным законодательством с другой стороны, с европейской. Вот это вот серьезная история. Судя по тому, как они приняли в поспешном темпе указ о защите Газпрома от Еврокомиссии, что информации им конфиденциально не давать без разрешения Путина. Я так понимаю, что они... Они бы и так не дали без разрешения Путина, я вас уверяю. Нет-нет-нет, они так... Вот, Лиз, они обязаны были дать, иначе против них были бы санкции. А сейчас они могут сослаться на форс-мажор. Что мы бы были рады Еврокомиссии дать, а вот нам Путин запретил, и вы ничего не можете сделать, потому что мы компания, да, мы под действием, там, под регуляцией своего правительства находимся. Это вот не зря такую проложили соломку здесь для них. 65, 10, 99, 6. Звоните нам и скажите, нужны ли России большие госкомпании? И вообще, нужно ли России национализировать свою нефтяную отрасль? 65, 10, 99, 6. Код Москвы 4, 9, 5. Владимир, а вот вы вашу статью в Форбсе назвали «новый застой». Почему? Почему именно этим словом? А вот это как раз не ко мне, потому что я никогда не придумываю заголовки к своим статьям. Это мы назвали «новый застой». Объясните. Это всегда придумывает редакция, но я считаю, что это удачный заголовок, потому что он действительно отражает то будущее туманное, мрачное, которое, скорее всего, нефтяной сектор ждет. Это отражает мою главную мысль в статье, что контроль над крупнейшими активами передают компании, которые провалились с точки зрения развития и освоения новых проектов, новых территорий за последние 10 лет. Они ничего не добились, они погрязли в долгах, в неэффективности собственной, а им дают все новое и новое. Это значит, что эта зона застоя, да, она будет расширяться. Я считаю, что вы хорошее название придумали. Ну, на самом деле, все, о чем Владимир говорит сегодня, это абсолютно описывает ситуацию. Только часто в компании, частные компании попадают в кризис следующим образом. Вот они растут за счет поглощения, не за счет органического роста, а хватают, хватают, хватают. А потом наступает какой-то внешний фактор, например, цены падают. У них наступает кризис, они начинают судорожно искать, где бы резать издержки, увольнять людей. А государственная компания, она лишена вообще этой возможности. Она зависает в таком студнеобразном состоянии. Вот я бы сказал, знаете, чего? Вы помните, Лиза, ты говорила про цены, да, что они вот могут упасть. Давайте даже представим, что они не будут падать, а будут примерно такие же, как есть. Я прошу прощения, между прочим, изменение прогноза Goldman Sachs, самого авторитетного инвестбанка, в течение одного месяца, как раз, который предшествовал этой сделке и после этой сделки, они изменились со 130 долларов до 110 и 90. Ну, так даже дело не в этом. Даже если, допустим, будет прогноз 130, окей, хорошо. Но мы видим, что издержки все время растут, капитальная стоимость освоения новых регионов, она на порядке выше. Ну, в Арктике пробурить одну скважину, там, я не знаю, 30-50 миллионов долларов может стоить. И это просто совсем другие цифры. Вы видите, что они бегут за налоговыми льготами. Все новые проекты, вот обратите внимание, это очень важно, люди у нас это не понимают. Абсолютно все вот эти новые проекты, арктические, там, шельфовые и так далее, они все у нас какими-то нулевыми ставками, с какими-то дикими налоговыми льготами. Получается, что государство от освоения этих новых проектов не получит ничего. То есть распродается национальный ресурс. Национальный ресурс отдается в управление каким-то непонятным людям, как там сказал вот слушатель, филологам, переводчикам с португальского или какого-то там мазамбикского языка. Вот, соответственно, при этом, что бюджет должен, вот смысл национализации, то, что бюджет от этого получал, а все оборачивается дикими налогами и льготами, государство не получит ничего. Вот это вот самая ненормальная вещь во всей этой истории. 65, 10, 99 и 6. Нужны ли России большие госкомпании? Александр. Алло. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Меня зовут Александр. Вот этот вопрос, и его лучше всего задавать и отвечать на него, ставя себя на место людей, которые реально управляют страной, которые реально обладают властью. Вот на их месте другого пути нет и быть не может, потому что, если вы отдадите, так сказать, большие крупные компании и начнете опять приватизацию, то люди, которые станут во голове их, переключат на себя основные финансовые потоки, они станут самыми, грубо говоря, богатыми, и власть завтра окажется у них. Александр, извините, а я вас спрошу, а чем положение, которое имелось там, Фридман был владельцем ТНК БП на 50%, ну он был богатым, но он платил налоги, чем он мешал? Восемь лет эта ситуация была такой, почему понадобилось это менять? А дело заключается в том, что здесь, как все в этом мире, да, движется в каком-то определенном направлении, и поддерживать баланс, видимо, достаточно, так сказать, сложно, и, собственно говоря, и не нужно. А, ну, если вы, так сказать, занимаетесь бизнесом, вы стремитесь к развитию, если вы чем-то владеете, так сказать, или управляете, вы стремитесь к увеличению, так сказать, власти. Александр, вот ты, мне кажется, назвал такое, стремитесь к увеличению власти, вот, собственно, ответ и дан. Кстати, как и к логике охватательного рефлекса. Вот как раз, да, 100% ее слушатель описал, это просто два разных типа политиков, управленцев. Есть один тип, действительно, хапуги, у которых охватательный рефлекс доминирует над всеми другими соображениями, потому что они понимают, что если будут другие частные независимые собственники, ну, это просто значит, что они власть потеряют через какое-то время. Есть другие честные и ответственные политики, для которых важно развитие собственной страны, и для которых главная ценность, вот, как для меня, например, главной ценностью является конкуренция, свободная конкуренция везде, в политике, в экономике, в средствах массовой информации, да. И, собственно говоря, это единственное лекарство в свободной атмосфере, которое может помочь не дать узурпировать власть, узурпировать всю собственность, группки людей. Пусть это хоть Фридман будет, хоть Чубайс, хоть Сечин, я не знаю, кто, да. Ну, Владимир, поверьте, но Фридман настолько лоялен, Батанин настолько лоялен, Богданин настолько лоялен. Дело не в этом, Лес, я сейчас просто о другом. Я просил бы вот тех, кто не очень понял разговора, вот как явно наш слушатель, да, подумать, что может вообще все быть по-другому. Вот так, как в цивилизованном мире все это существует, когда конкуренция между разными группами интересов, людьми там и так далее, она является сдерживающим фактором против узурпации власти, политической власти, экономической власти. Вот конкуренция, это, например, моя, наша основная идея, да, и это совсем другая ментальность, совсем другая модель мышления, чем вот есть у Путина и его группы. Она может быть, она побеждает в других странах, которые успешно развиваются, и нам надо тоже в этот автобус уже пора садиться обратно. И главное, это понять то, что это коррелирует, конкуренция экономическая, конкуренция в политической сфере, и оно все подпитывает одно другое, и это создает для нас большее пространство выбора, и в результате большее пространство свободы. 65, 10, 99, 6. Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня немножко свое мнение, отличное от мнения, сказанного вами. Мне кажется, первостепенно важно это не то, кому принадлежит государство или конкретному частному лицу, а качество управления, которое обеспечивается этими лицами, будь то государство, будь то частное лицо. И второй вопрос, это надо задавать себе отчет в том, что в мире идет большая игра, соответственно, Россия участник этой игры. Вот, разумеется, есть интересы, как российские, так и вне российские и антироссийские, соответственно. Поэтому принадлежность конкретной группе лиц должна оцениваться прежде всего о том, какую роль играет эта группа лиц в развитии России на сегодняшний день, на мой взгляд. Михаил, а вы считаете, что группа лиц, которая сейчас, так сказать, обладает полнотой контроля над российской нефтянкой, она работает в интересах России? Вот Сечин, Путин. Разумеется, да. Понятно, они и ваш интерес выражают в данном смысле, как гражданин РФ. Как гражданин, разумеется, мой интерес. Понятно, спасибо. Я не буду комментировать эту историю про большую игру, я ужасно не люблю все эти дурацкие конспирологии, там и Буш из Чейни, подпиливающих небоскребы, чтобы, значит, там, поиметь возможность на кого-то напасть. Это все ерунда, я об этом говорить не хочу. А вот что касается того, как можно выстроить эффективное управление. Вот коллеге скажу простую вещь. Я был довольно крупным чиновником, который отвечал за управление государственной собственной. Я знаю, о чем говорю. Разница между государством и частным собственником принципиальная. Частный собственник, если он что-то сделал не так, и у него компания несет убытки, там и так далее, это его личные убытки. Он платит из своего кармана. Поэтому он имеет прямую мотивацию сделать хорошо, чтобы работал эффективно, с прибылью и так далее. Государственная компания такой мотивации не имеет, потому что убытки перекладываются на кого-то еще, на наши плечи, на плечи, грубо говоря, налогоплательщиков. А менеджер всегда может прийти и сказать, ой, у меня, извините, мировой кризис, да, или у меня досталось плохое наследство, там, изношенные основные фонды, поэтому дайте мне еще, а то, что я прибыль вам не принес, это виноват там кто-то третий. Государство, как собственник, не существует, потому что это всегда какие-то чиновники, которые со своего места через некоторое время уйдут, уедут в Швейцарию, там, к себе в домике, да, и им плевать на то, насколько эффективно эта собственность работает. Поэтому, если вы хотите, вот вы говорите о моделях управления, ну, есть огромное количество опыта, в том числе на копыль, в мире, там, по нефтянке, да. Ну, просто сравните. Примеры, когда госкомпании реально работают эффективно, нефтяные, единичные. Если вы сравните производительность труда, там, по прибыли или по выручке на одного работающего, ну, всегда там вверху таблицы, большинство компаний частные, все государственные, они дальше, там, ближе к концу. Ну, это просто аксиома, да. Вы знаете, я тоже вот хочу Михаилу ответить. Откуда взялась вот эта уверенность, что люди наверху, которые к своим рукам прибирают все с нефтяные и газовые компании, они лучше соблюдают общественный интерес, они лучше соблюдают ваши интересы. Мне кажется, история газовой отрасли доказывает совершенно обратное. Россия теряет позиции мировые газового монополиста. Эффективный менеджмент, качество менеджмента в газовой отрасли падает именно потому, что этим управляет государство, именно потому, что государство рассматривает Газпром как свой стратегический ресурс, как свою кормовую базу и как свою коррупционную базу. Не надо вам рассказывать про коррупцию. То же самое произойдет, по-видимому, с нефтяной отраслью. Так что, понимаете, Михаил, так получается, что фактически Путин и Сечин действуют против интересов государства ради своих каких-то краткосрочных корыстных интересов, ради поддержания собственной властной и кормовой административной базы, они обкрадывают весь российский народ. Это к вопросу о том, кто лучше будет этим управлять. Знаете, коллеги, у меня в завершении к вам такой последний философский вопрос. Владимир, а вы думаете, почему так получается в России? Вот все время так получается. Если можно коротко. Это временное явление. Россия выкарабкивается потихоньку. Ну, неизбежен был откат после трудных 90-х годов. Мы вырулим на нормальную дорожку. В общем, не везде вот этот процесс происходит легко, тем более в России после 70 лет коммунистического режима. Ну, конечно, трудно выйти на нормальный путь развития. Выйдем. Ну что ж, спасибо. Мы благодарим Владимира Милова, председателя партии «Демократический выбор России», который был сегодня у нас в гостях. Напомню, что это была программа «Археология». Моим соведущим сегодня была Елизавета Осетинская, главный редактор журнала «Форбс», за пультом Анна Соколова, продюсер программы Дина Трубовская. Ну, а я вам скажу в завершение, что, вы знаете, пусть на Лубянской площади стоит не памятник Дзержинскому, не нефтяная вышка, а памятник кому-то хорошему. Не знаю. Может быть, Виктору Пелевину.